Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем говорить о сои, этой интересной и перспективной для российских сельхозпроизводителей культуре. И сегодня мы поговорим о болезнях сои. А нашим экспертам выступит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела сои в НИМК им. Пустовойта Галина Михайловна Саенко. Галина Михайловна, здравствуйте! Добрый день! Ну, чтобы более наглядно познакомить наших слушателей, зрителей с болезнями, которые наиболее характерны на сои, мы включим презентацию, чтобы это было более понятно, наглядно, интересно. Мы видим, насколько увеличились посевы. Они практически возросли в 10 раз. То есть соя стала набирать обороты, она стала популярной. И вот где-то с 2014 года спустя, если взять 2001, площади увеличились во много раз и уже занимают сейчас около 3,5 тысяч гектар. Это по России. Поэтому, конечно, возрастает фитосанитарная обстановка, она нарастает болезни. Конечно, лидером на данный момент является Центральный Черноземный район, то есть Центральный Федеральный округ. Вы видите, вот если взять с 2015 года, насколько они в три раза увеличили свои посевы. Очень благоприятный регион для выращивания сои. Конечно, всегда лидером был Дальневосточный регион. Его площади, они примерно где-то вот колебались на одном уровне. Но Центральный Черноземный район, они обогнали Дальневосточный регион по возделыванию сои. И что касаемо урожайности, то тоже урожайность у нас лучше, ну она меняется из года в год. Все зависит здесь погодные условия, которые складываются, либо жаркие погодные условия. Здесь, конечно, тогда урожайность ниже. Когда влага присутствует, тогда и у СОИ урожайность тоже хорошая. Как можно наблюдать, урожайность не превышает где-то по всем регионам трех тонн, то есть 30 центнеров. Но здесь опять-таки потенциал у сортов хороший, у всех, которые возделываются. Но здесь уже влияют, конечно же, погода и различные факторы. А именно это болезни и вредители, которые могут повлиять на вот эту урожайность. Вот что касается болезней, которые производителям необходимо хотя бы знать, чтобы анализировать картину уже в пассиве СОИ. Мы должны по фазам немножко вспомним, какие фазы у СОИ, то есть и откуда ведем наблюдение вообще за болезнями, начинаем уже вести. Когда появляются всходы, многие агрономы и производители обращаются, вот у нас на примордиальных листьях появились какие-то язвы, да, это бактериоз, все, что нам делать с СОИ. Но мы прежде всего знаем, уже изучили это заболевание и успокаиваем их, что сразу не паникуйте, ждите первый настоящий троечный лист следом. То есть он покажет, что у вас в принципе все с растением благополучно. Здесь есть опасность вредителей, да, но для этого проводится предпассивная обработка семян. И также еще такие вредители, как грызуны, но я имею в виду это зайцы те же самые, да, и вредители птицы. Вот особенно если это брать какие-то районы близкие городским постройкам, то там вот как раз такие птицы. Ну и если это лесополоса, то это грызуны такие, как зайцы, могут повредить верхушку роста СОИ. А так дальше мы наблюдаем уже где-то с фазы вот листовые болезни, начиная первая пара настоящих листьев троечных. И здесь мы наблюдаем в нижнем ярусе, это как раз вот первый настоящий троечный лист, как раз будет первый ярус нашего растения. Это будет в дальнейшем нижний ярус СОИ, где будут аккумулироваться такие болезни, как септериоз, альтернария, аскохитоз, которые вот в дальнейшем мы посмотрим и покажем эти симптомы. Наиболее вот тот же септериоз, он характерен для таких регионов, как Дальний Восток. У нас начинается проявление иногда септериоза в Центральной России, это проявление также есть. В Южном федеральном округе мало мы видим, наблюдаем развитие септериоза. Также еще зависит от чего? От густоты посева, то есть какие-то хозяйства предпочитают широкорядный посев, а какие-то более, ну идет, от селки зависит. Если зерновая селка, то здесь уже идет 15 сантиметров между рядами. И вот здесь загущение посева может привести как раз к развитию всех этих заболеваний на листовой поверхности. Ну вот как раз дальше мы уже видим фазы, это уже по другой классификации, то есть опять-таки мы все читаем литературу, можем увидеть разное название, то есть в иностранных источниках, чтобы наши слушатели могли ориентироваться в этих фазах. Вот я представила как раз и другую классификацию. Обращать внимание, конечно, стоит с фазы вегетации, вот я уже повторюсь, сначала развитие первого троечного листа, второго. И когда начинают проводить обработку по вегетации, вот как раз-таки это фаза появления, между фазами появления множества троечных листьев и начала цветения, то есть R1. Вот здесь как раз начинают уже внимательно более смотреть на болезни, которые появляются на листовой поверхности, на стеблях. И принимают решение, а проводить ли обработку по вегетации или нет. Ну зачастую, конечно, мы не можем предугадать погодные условия, которые у нас сложатся. И мы рекомендуем все-таки провести первую предупредительную обработку по вегетации. Болезни у нас делятся на инфекционные и неинфекционные. И сейчас мы перейдем как раз к инфекционным болезням, которые наиболее распространяются в какие фазы. И как мы видим, вот семидольный бактериоз начинается с фазы всходов аскохитоз, фузариозного введания, что относится к корневым гнилям. А дальше вот с фазы ветвления идет нарастание других также заболеваний. Септериоз, пурпурный циркоспороз. Присоединяются дальше уже разного рода гнили, как белая, гниль пепельная, циркоспороз или округлая серая пятнистость. Ну и появляется ложная мучнистая роса и различные бактериальные пятнистости. Симптомы мы сейчас как раз посмотрим. А вот характеристика болезни по погодным факторам, какие наиболее они будут проявляться. Это вот прохладные температуры в течение развития, это одни заболевания. А когда идет теплая температура, то можем увидеть развитие больше бактериальных также ожогов, циркоспорозов развития. Ну фузариозные корневые гнили, они универсальны, они присутствуют, как и при хорошие влажные годы, и потом остаются в принципе и в теплые тоже погодные условия. Вот на это делать акцент и смотреть внимательно также по погодным. Хотя болезни будут проявляться, как вы видите, и во влажные прохладные условия, и в теплые жаркие. И вот как раз здесь уже по влажности воздуха и осадкам мы видим, что все регионы возделывания, вот именно сои, они охарактеризуются тем, что будет все равно влага, будет развитие заболеваний. И соя это культура, которая требует влаги. Она отзывчива на влагопотребление, и без влаги, конечно же, не будет развития. Ну и, конечно, соответственно, присоединяются различные фитопатогенные организмы бактериальной пятнистости и другие листовые болезни. А дальше уже также и корневые различные гнили. Также вот по ярусам, возвращаясь конкретно, если будем заходить в посев, то мы можем увидеть, что на нижнем ярусе растения мы можем наблюдать большее развитие, как септериоз, альтернариоз, также есть филостектоз. Чуть уже дальше, попозже, и средний ярус это уже будет. Также будет септериоз, серая круглая пятнистость, пероноспороз. И верхний ярус будет характеризоваться различными бактериальными болезнями. Это листовые бактериозы, серая круглая пятнистость, пурпурный циркоспороз, ну и также пероноспороз, это ложная муточнистая роса. И вот как раз те симптомы, которые можно увидеть в посеве. Бактериальная пятнистость. Здесь видим такие различные пятна. Переносчики инфекции, конечно, насекомые. Поэтому здесь также хочется отметить, что обязательно провести надо обработку инсектицидную, чтобы предотвратить затем развитие заболеваний. Поскольку насекомые будут делать раневые какие-то проходы на листовой поверхности, заболевание будет также у нас присоединяться и здесь будет развиваться. Также рекомендую всем обязательно при осмотре растений смотреть не только на внешнюю лицевую сторону листа, но также переворачивать и смотреть и с другой стороны. Потому что это нам покажет, что у нас действительно грибное, бактериальное заболевание, либо у нас здесь присутствует вредитель. Очень часто в посевах находили повреждения сои листьями трипсом. То есть он также с пшеницей сейчас переходит и на сою. И вот на этих раневых потом таких выскабливаниях как раз потом шло развитие бактериальных болезней на листе. Также вот бактериальная пустульная пятнистость. Здесь немножко другая симптоматика. И вот это заболевание проявляется уже чуть более поздней фазы. То есть непрямо на ранних этапах развития соев более поздней. Поэтому тоже здесь надо отслеживать первые симптомы. Но и также здесь провести инсектицидную обработку против вредителей, которые будут способствовать развитию этих болезней. И бактериальный ожог, который вот можно увидеть такое скручивание листьев, высыхание, характерные пятна. И здесь уже будет, конечно, уменьшаться ассимиляционная поверхность листа, что будет хуже способствовать образованию в дальнейшем сахаров для налива бобов, для налива семян, чтобы сформировать хороший урожай. И вот возвращаясь к началу вегетации сои, что видят зачастую производственники, это вот такие округлые пятна на семидольках сои. Ну, опять-таки повторюсь, откуда могут появиться вот эти вот семидольные такие язвочки. Это могут быть как и раневые, конечно, поверхные такие трещинки присутствуют при прошлогодней вот уборке сои, комбайном. И в этих микротрещинах уже, возможно, у нас как раз попадет какая-то инфекция. Бактериоз, как правило, может попасть как вторично уже потом, так он может здесь уже, ну, как первично я сомневаюсь, что все-таки он уже там сидел в семенах, все-таки он, наверное, туда, я склоняюсь к тому, что он попадает на раневую какую-то поверхность. Это может быть с почвы он попал, либо же опять-таки с уборки образуются трещинки, где попадает инфекция при благоприятных условиях, при увлажнении, при всходах. Вот у нас происходит развитие бактериозов. Также еще существует другая немножко версия, теория вот этих язв, что когда идет у нас перестой, вот, допустим, стоит урожай сои, вовремя не убрали, не позволили погодные условия, прошел дождь. Здесь происходит накопление влаги, семена почувствовали, что им надо как бы набухать, потом раз, снова наступает засуха, приостановился процесс, да, вот их дальнейшего развития. И здесь вот происходит как немножко отмирание тканей семян, ну, вот именно в бобах, и затем это уже приводит вот к таким как раз-таки тоже появлению такого рода язв. То есть здесь может быть два направления, либо инфекция, травмы попали при уборке, либо же перестой. Поэтому убирать сую тоже надо вовремя, чтобы следующий уже ваш посев, он был как можно более чистый, вот от этих вот различных бактериозов. И, конечно же, обработка, все равно обработка семян, она не полностью излечит, но все-таки она способствует предотвращению попадания других грибных патогенов, а также есть препараты, которые все-таки обладают бактерицидным свойством, и они сдерживают развитие вот бактериоза. Септериоз, который мы наблюдаем в нижнем ярусе, это характерные такие пятна, больше его наблюдали, конечно, это дальневосточный регион, сейчас набирает обороты в центральном черноземном районе, как раз нашей страны. У нас в южном регионе чуть меньше развития идет, практически, ну, совершенно малый процент развития идет, и опять-таки все будет зависеть от погодных условий. Влага, прохладная температура, и опять-таки несоблюдение севооборота может привести к развитию заболевания. И вот, возвращаясь к септериозу, на Дальнем Востоке проводят обязательно обработку по нему, уже вот фазу, не ждут фазы цветения, уже начинают проводить обработки. Поэтому производственникам, которые в регионах европейской части страны, производят сою, стоит обратить внимание на это заболевание и также его смотреть и подумать, то есть тоже провести обработку по вегетации. Альтернариоз – заболевание, которое может аккумулироваться тоже, как и на семенах, на семенной оболочке, и также потом развиваться уже на листовой поверхности в нижнем ярусе. Также может у нас, конечно, уменьшаться симуляционная поверхность листового аппарата, что повлияет затем уже на формирование урожая. Хотя в основном заболевание не поднимается выше среднего яруса и будет в основном внизу. Но что касается семян, то здесь, конечно, мы от болезни плесневения, куда входит альтернариоз, обязательно тоже должны провести обработку препаратами. Циркоспороз – универсальное заболевание, которое поражает и семена, и листовую поверхность. И дальше у нас будет слайд, где будет как раз-таки и даже на стеблях проявляется. Вот справа картинка – это как раз-таки на семидольных листочках. По центру слева – это уже растения, более в фазу идут ветвления, цветения, начало образования бобов. Округлое пятно, четкое каймление. И вот как раз это и есть признак, что это идет развитие циркоспороза или округлой серой пятнистости. То есть здесь сейчас сделаю акцент, что есть пурпурный циркоспороз, есть вот обычный вот этот округлосерая пятнистость, обычный циркоспороз. На данном слайде – просто циркоспороз. Вот как раз-таки его проявления на стебле и потом также на обобах. Тоже такие округлые пятна, которые потом повлияют на развитие семян. То есть заболевание тоже набирает обороты и довольно-таки в дальнейшем может стать очень сильно, ну, вредоносным по качеству даже семян. Мучнистая роса, ну, заболевание такое в основном уже, знаете, больше проявляется сильно у загущенных и увлажненных посевок и больше будет проявляться ближе к лесополосе. То есть оно может быть, но это не то заболевание, которое вот сильно создаст проблемы, тем более, если посевы там широкорядные, хорошо проветриваемые, то здесь не будет. Если, конечно, сложились очень влажные условия погодные, то тогда, да, будет развитие сильное. Ложная мучнистая роса. Здесь идет, вот важно посмотреть как раз и наружную поверхность листа и обратную сторону листа, где мы можем видеть характерное спороношение. Спороношение это как раз нам даст знак, что это будет пероноспороз. Почему вот когда присылают фотографии, аграрии спрашивают, что это у нас такое, да, вредитель или это бактериоз, поэтому обязательно рекомендуем смотреть обратную сторону листа. Здесь уже, конечно, показана та фаза развития заболевания, когда обработка фунгицидом может не спасти. Поэтому при первых симптомах, а то даже еще до появления первых симптомов, тоже рекомендуется провести обработку по вегетации, чтобы предотвратить вот такое развитие ложной мучнистой росы. И вот циркоспороз, который пупорный, карантинное заболевание, ведет к тому, что листья имеют такую более фиолетовую темную окраску, а семена имеют также округлое фиолетовое пятно. И акцент хочется сделать на том, что при поражении на семенах, конечно же, влияет на качество семян, а также при приемке, вот уже когда сдают семена, большой акцент делают на то, опоражены ли семена именно пупорным циркоспорозом, потому что влияет очень на качество семян и на содержание белка. Поэтому тоже здесь проводить надо обработку по вегетации. Также в заболеваниях развивается, вот Дальний Восток очень сильно идет развитие. В наших регионах, в европейской части, ну в центральной части России есть, проявляются. В южных регионах тоже заболевание стало проявляться, то есть вот у нас Краснодарский край, потому что болезнь характерна, когда наступают также теплые, вполне жаркие условия. на листовой поверхности тоже может идти развитие пупорного циркоспороза. Поэтому заболевание развивается как во влажных регионах, так и с жарким климатом. Белая гниль. Здесь тоже сейчас очень остро стоит проблема, и многие фирмы, которые занимаются продажей препаратов, которые борются против белой гнили, сейчас, общаясь с аграриями, видят проблему, что нарастает белая гниль, особенно возникает вот в семенном материале, находят склерозы белой гнили. Конечно же, здесь надо проводить тоже обработку семян с препаратами, которые содержат карбоксамиды, то есть группа карбоксамидов, препаратов. То есть это приведет к сдерживанию все-таки развития белой гнили. Также акцент, что развитие этого заболевания больше идет на орошении. Если идет орошение в посевах, тогда мы можем увидеть развитие белой гнили. И также загущенный посев. Иногда симптомы можно увидеть, как с виду, кажется, фузариозное увядание. Верхушка поникла, растение как бы завяло, но если детально подойти и посмотреть, не полениться, посмотреть внутри посева, то как раз-таки мы увидим такие размочаленные стебли, как ватный налет. И дальше, раскрывая стебель, мы видим уже вот эти черные склероции белой гнили. И вот также заметили в центральной части России мы проявление белой гнили, может начинаться с заражения с листовой поверхностью. То есть белая гниль, то, что сейчас борется против семенной инфекции белой гнили, если не провести обработку, может прорасти внутри пососудистой системе, поразить цветок, который затем опал, вот на нижней картинке, как раз видно, как цветочек, который упал на листовую поверхность, привел к заражению уже, получается, на листовой поверхности и дальше идет ближе к черешку развития белой гнили. Поэтому тоже заболевание проявляется как и на стеблях, так и на листовой поверхности. Фузариоз. Ну, здесь заболевание проявляется как от фазы сходов, так и в течение всей вегетации можем увидеть. Поэтому, конечно же, от фузариоза различных грибов этого вида первоначально помогает, конечно, обработка семена. Поэтому по вегетации здесь уже нет препаратов, а вот защита именно перед посевом, она будет благоприятно способствовать тому, что не будет уже развиваться фузариозное увядание. Также зададут вопрос по поводу, можно ли совмещать инокулянты и какие-то протравители. Как совместимость будет инокулянтов и протравителей. У нас также в институте проводили исследование по поводу совместимости различных инокулянтов и протравителей и показывает, что, в принципе, да, есть протравители, которые могут немножко сдерживать развитие инокулянта, но не полностью его угнетать. Это вот те, которые обладают больше бактерицидным действием. Ну, те, которые содержат, допустим, такое действующее вещество, как тилд. Тирам, простите, тирам. То есть это ТМТД, да, и вот то, что содержит как раз-таки вот тирам. Другие препараты, которые... Другая группа химическая, и вот провели их совместимость с инокулянтами, показали абсолютно хорошие показатели. Никакого не было угнетения инокулянтов и многие фирмы также рекомендуют, и они уже много провели испытаний, где они как раз-таки протравитель плюс инокулянт и прекрасное сочетание действия, защитный эффект и как раз стимул для образования клубеньковых бактерий, то есть на корнях флосоу. То есть здесь не надо бояться выбирать, либо я сделаю то, либо то. Вот ставят перед выбором. Можно вполне совместить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!